всем привет ребята ну что сегодня у нас очередной обзор талантика расскажу покажу какой талантик нужно качать мы сегодня будем разбирать оживу отжива конечно в свое время было не особо такая актуальная потом сведением девятки она стала очень актуальная особенно для доната почему я вам сейчас покажу на примере героев каким она заходит на девятки но даже на восьмерке принципе она тоже неплохо будет смотреться так выбираем этих всех героев так ну чего начнем командора однозначно да я вам буду так по порядку показывать будут донатные бездонатные почему как вы знаете она сливается что с талантом надев что с талантом на атаку при таком раскладе от него больше всего пользы будет на битве гидли особенно на девятки на атаке я показывал это на дефе то же самое то есть она есть возможность того чтобы больше у вас раз ударит однозначно для нее это самый такой оптимальный вариант оживу девятую в принципе можно любить любому героям с ней будет реально получше тем более если у вас есть возможность еще восьмой эмблемки поставить это будет однозначно да я вам покажу тех кого я использую арана которого я делал обзор очень актуален с оживой особенно с девяткой да и с восьмеркой есть возможность того что он заблокирует при своем перерождении еще дополнительно героя соответственно их без мой не сможет там ну снять эту блочку выражает тот же самый поэтому или валька это однозначно плюс так дальше вольт тоже актуальный по-любому можно ставить но опять же есть разные вариации для вольта ну как вариант можно череп есть если тестировал вам показывал черепа с девятой оживой он рисуется как она без два раза тоже интересный вариант но это пустая трата будет ронин как вариант если у вас есть ожог например у нами вы можете вариации делать разные там ремку ставить разные сборочки тоже как вариант на битву гиблии то же самое показывал тоже актуален огник огник у меня есть тоже такой же я его использую как вы знаете огник сам по себе очень часто сливается в разных полу по локациях и очень печально когда там он сливается новенький есть хотя бы возможность что он грестницы больше будет толку от него однозначно до 1 с оживой тоже неплохо точно такой же как и ара допустим как и вольт однозначно можно делать вот такой вот выражаем не используется на дефект битве гильдий очень актуальность 9 живой рунами в одушку ставите очень кайфовая тема также по локациях против фрея мне он больше всего нравится я его том же самом лабиринте использую в забытой дерево ну дерево я думаю знаете почему для него ожива самая топовая а тут он еще резается два раза в этом тоже очень большой плюс бигфутик аналогично как и все остальные тоже у меня с оживой использую его финка как вариант если ремочку поставить на полу по локации и спи тоже смотрится довольно таки неплохо про есть у меня тоже с оживой я вам скажу плюс утекания на битву гильдии можно использовать ее очень часто и реально она там заходит и так даже на полу по локации если она у вас прокачана еще будет нормально то в принципе зайдет сед на аналогичном точно так же как и дерево по локации разные там фарм локации однозначно жива лучше всего также вариантом ей можно особо ставить но это совсем другого же разговор подошка то же самое что ирину и bigfoot очень много у него урона но сливается очень быстро жива дает возможность там хотя бы два раза против рейда там скилл включите или против пачки героев огник ну заводника я вам уже не один раз рассказывал показывал охник с таким талантиком прокачанным на девятку реально очень хорош на битве гильдии в дефе таки в атаке на полу по локациях против атланта потому что раньше там допустим он один раз рисоваться атлант его сливал ну плюс минус относительно тут два раза конечно посложнее его слить но и без доната не довольны тем что в билет одну девятку в принципе девятка скоро я думаю десятка будет с такими темпами ну вот такая вот сборка вы можете поставить подобрать если у вас уже есть огни кто вас соответственно есть эмблемки топовые то что вам надо там на урон надо на уклонение то есть вариантов очень много асурик тоже мне нравится потому что ему можно поставить там лесу поставить на уклонение таланты дар жизни ставлят стойкость но честно говоря вот это вот самое актуальное для него он пару раз воскрешается можно ремку поставить и вообще он получается так ну лазуля давайте так буду убирать лазуля ну думаю все знают почему ремочка плюс этот он включается превозрождается опять включается тут варианты либо ремка либо оживо вот с оживой в принципе тоже мной используется довольно таки часто так трифит ну трифит само собой интересный герой плюс ремка ну точно так же как и выражай наверное для отхила чтобы вот его сливает файл чтобы он дольше было скажем так больше от него польза было ему это больше всего заходит ну и конечно же роза линда с того что у меня есть как видите тоже с оживой плюс в одушкам на меня стоит на дефи и не знаю сливок очень много последнее время после вот именно этой обновы очень много сливом началась возможно она тащит я не знаю жалко и нельзя посмотреть повторы так ну такой вот вариант есть на атланта я у меня были атланты потом сливал переливал для крышечка можно ставить но все-таки лучше ремка особенно для древних если вы там проходите это все так с таких кому еще можно малышник это на битву келье смысла нет валька тоже у меня прокачан в я ее не использую вот хранитель там тоже есть такое же два раза резается но я его не использую рогатка есть вот я использовал на смотрителя но все равно сливается то есть там испытание смотрителя сливает всех героев очередности из герои которые держатся полных три минуты так в принципе с таких я вам рассказал сейчас давайте пробежимся вот такие герои может кому-то такого интересного пропустил особенно для бездоната потому что мы не все его открыты в алтаре по сути можно если у вас есть возможность любому героя это все ставить там гримку рунами либо какой-то талантики она будет все нормально заходить так вроде как бы все рассказал данному талантику в чем особенность девятки талант получается так где-то на девятке резать низ full х по немножко меньше но рисует два раза после этого после перехода на девятку видите на восьмерке получается стопроцентный рез но опять же что лучше стопроцентный рез либо дворец а ну вот я все-таки больше к тому что дворец а потому что ну рестница герой бывает такое что его фра я сразу после риса и сливает ну тут есть хотя бы вариация того что герой дольше проживет если тем более у вас пачки там будет какой-то отхиллу чувств часто такое бывает на за башки когда вы будете против вражеской пачки половину ваших героев сливают потом они перерождаются их опять сливают потом они опять перерождаются и все будут ваши их сливают за это время то есть ну в любом случае плюс один рез это лучше чем один рез на сто процентов причем если у вас будут питомцы там либо выражает то же самое и лететь в принципе либо 3 fit они отхилят все равно очень быстро героя поэтому однозначно до девятку стоит качать если есть возможность без донаты конечно качнуть не смогут так быстро ну я думаю при определенной при определенном желании можно там собрать этих камней ну на английском сервере точно на других это про более проблематично но возможность есть прокачать кому-то девятку главное знать для чего вы качаете кому и где вы будете использовать ну вот как видите сейчас вам покажу чем не по героям с девяткой то есть у меня как видите довольно таки много героев с девятыми талантиками я их использую довольно таки часто вот так вот поэтому талантик в принципе актуальны и особенно когда вышло уже девятка он стал еще более актуальным единственное что чего боится живая табло очки ары ара может заблокировать и оживание сработает какие большинство талантов поэтому опять же нужна доля везения все в принципе пишите коменты подписывайтесь как обычно лайки репостики пишите в коментах какие вы таланты следующими хотите увидеть постараюсь вам за эту неделю сделать такой кричайший обзорчик показать рассказать все всем удачи всем пока